Сделали в рамках, так сказать, вот Томота. Ну, понятно, что что-то мы в прямую делаем. Где-то мы, так сказать, бизнес проводим, где-то промышленное предприятие проводим, где-то еще что-то. Но если вот все это вместе собрать, это просто, так сказать, просто если мы на камеру будем говорить, это очень много, так сказать, ну, как хвалиться. Вот в этом месте сделали проект. Вот видите, сносим, пришлось строить двухэтажное здание. Для того, чтобы можно приехать было по речке покататься или... А, все, все. Василий Шимохин. Генеральный директор, председатель правления акционерной компании «Железной дороги Якутии». Окончил Красноярский институт цветных металлов имени Калинина. Кандидат технических наук. Доктор транспорта Академии транспорта Российской Федерации. Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха-Якутия. Кавалер Ордена Дружбы. Депутат городского совета города Томота. В мае этого года в шестой раз переизбран на должность генерального директора компании «Железные дороги Якутии». Василий Владимирович, добрый день. Добрый день. Очень рада оказаться здесь. Кстати, это первая съемка телепроекта «Поговорим» вне студии. И оказаться у таких красивых декораций с видом на реку Алдана – это просто невероятно. У вас особое отношение к Томоту, у вас любовь, которая продолжается несколько лет. За что вы любите Томот? Не любить Томот – это просто нельзя. Действительно, город находится на берегу реки, в красивом месте и достаточно хорошая природа. Поэтому это одно. Второе. Я свою трудовую деятельность начал с поселка Синегорье под Томотом в далеком 1985 году, когда наше управление, специализированное управление, БАМ «Трансвзрывпром» было передислоцировано, как тогда говорили, из района строительства Байкало-Амурской магистрали, с поселка Лёкма. Мы переехали в 1985 году и начали строить поселок в городе Томоти. Это первое мое место работы здесь на севере после института. Это как бы первая любовь вообще в целом. Вот. Это первое. Второе уже, вот за последние 2-3 года, это уже сознательная работа предприятия «Железные дороги Якутии» и мое личное участие, потому что несколько лет назад, а если точно быть, вот это 3 года назад, так получилось, что город Томот – это середина, практически центр нашей железной дороги, и она так называется – Беркакит-Томот-Якутск. Железная дорога называется Беркакит-Томот-Якутск. И когда железная дорога оканчивалась в городе Томоти, здесь существовали предприятия, прогрузка, выгрузка, работали. В свое время здесь были промышленные предприятия большие, крупный ГОК «Алдамс-Люда», геологов много было. Ну, так получилось, что за последнее время Томот эти предприятия ушли, и мы, железная дорога, ушла дальше на север. И фактически в городе Томоти не осталось ни одного предприятия промышленного, городообразующего. И вот тогда по согласованию с районной администрацией, по согласованию с правительством, я ушел с председателя городского совета города Алдана. Я был несколько, пять лет председателем городского совета. Избрался депутатом от своего любимого Томота. У меня здесь четыре улицы, за которых я депутат. И, соответствующим образом, начали немножко подтягивать и инфраструктуру, и в целом жизнь, наполнять жизнь именно города Томота, для того, чтобы это место действительно расцвело, действительно здесь появилось второе дыхание. И мы уже наметили эти пути, и они получаются. И, я думаю, в ближайшее время, год-два, многие с удовольствием сюда будут приезжать. Об этом мы поговорим чуть позже. Я хочу отмотать ленту вашей жизни чуть назад. Вернемся в 80-е годы. Вообще представляли, что вы свяжете свою жизнь с железными дорогами, что это станет вообще смыслом жизни на тот момент? Какие мысли были у вас? 85-й год, да, молодой специалист, немножко похвастаюсь, первое распределение с пяти тысяч студентов. Я получал стипендию мини-ленина тогда, абсолютно красный диплом, значит, и я уехал на БАМ. Да, хотелось поучаствовать в каких-то больших проектах масштабных, ну, молодость, романтика и так далее. А когда уже пришли, наше управление пришло сюда, здесь, в Якутию, и когда мы здесь начали работать, то действительно это стало интересным. Это строительство железной дороги, это каждый день что-то строится новое, что-то движется вперед. Это затянуло, пошло, и потом уже каких-то желаний уйти назад в горную промышленность, с какими-то другими делами практически перестало. И всю фактически, вот, всю свою карьеру я занимаюсь и работаю вокруг, к сожалению, пока одной железной дороги, пока только до Якутска, вот эти все годы строю, поэтому начали с 85-го года здесь. Вы наверняка ездите по России, смотрите тоже, как работают российские железные дороги, да, и наверняка подмечаете, да, что можно внедрить, что можно усилить, да, и что вы изменили, внедрили здесь, в Якутских железных дорогах. Ну, наверное, очень хорошо, что так получилось, что железные дороги Якутии – это акционерное общество, которое практически имеет одинаковый статус с точки зрения юридической, как и в целом российской железной дороги, является перевозчиком. Мы фактически такой же перевозчик, как украинские железные дороги, белорусские железные дороги, там, казахские железные дороги, имеем такие же статусы, такие же возможности. И вот за эти годы так получилось, что никогда железная дорога не была в составе министерства путей сообщения, никогда не была в составе российских железных дорог, поэтому у нас сложился определенный и стиль работы, и стиль управления, и стиль работы, и соответствующие некие методы и технологии, маленечко отличающиеся в целом. Когда мы начинали вот именно запускать и железную дорогу до Тамота, а потом от Тамота до Якутска, мы много провели в поездках, были, ну, практически на всех сопредельных наших железных дорогах, начиная от Армении и заканчивая там Азербайджаном, в Прибалтике очень много. Специалисты приезжали, их сюда. Несколько лет назад мы в Нижнем Бестяке проводили конкурс машинистов, помощников машинистов, тепловозов. То есть мы собирали вот такой сборный, так сказать, вариант. И, конечно, все лучшее, что можно было с точки зрения управления, мы внедрили здесь на нашей железной дороге. И это сегодня позволяет, можно сказать, в рамках больших проектов, наша дорога представляет собой как молодеятельный участок, по большому счету, если считать. Но, тем не менее, в молодеятельных участках, в условиях, в климатических условиях суровых, достаточно сложных, так сказать, технологических работах мы позволяем, мы развиваемся, мы работаем и еще работаем с достаточно устойчивостью, с хорошей прибылью. Это вот результаты тех управленческих и технологических решений, которые были заложены, как вы правильно сказали, на основании вот опытов зарубежных и наших российских здесь у нас на севере, у нас в Якутии. В одном из интервью вы говорите о социальной ответственности предприятий, организаций. Вы занимаетесь внедрением очень многих проектов, ну, очень много их. Каким особенно вы гордитесь? Да всеми гордимся, конечно, все. Каждый проект, он дополняет друг друга. И можно вырвать, действительно, можно много рассказать о социальных проектах, о технологических проектах, которые все равно в какой-то щепени направлены на улучшение работы нашего коллектива или конкретного, так сказать, сотрудника, там, будь то там машинист тепловоза, будь то там дежурный по станции, будь то, так сказать, еще какой-то специалист. Это все направлено на улучшение. Выдернуть, конечно, очень, так сказать, сложно что-то. И надо говорить, что это все в комплексе сделано. А в комплексе, конечно, нам интервью не хватит. Это мы сейчас будем рассказывать о всех тех новшествах, которые сделали. Конечно, если с точки зрения социального, значит, это то, что мы, конечно, очень хорошо, и я считаю, что на некоторых направлениях даже мы достаточно ушли вперед, это то, что мы занялись подготовкой кадров, молодых специалистов. Это обучение в институтах, в техникумах, внедрение и потом обучение на месте, обучение дальше повышения квалификации. А есть спрос? Конечно, конечно. И вы знаете, тут не только спрос есть. Мы на сегодняшний день закомплектовались полностью своими ребятами. Мы один раз с одним из предприятий Якутии поспорили, у кого на предприятии работает больше сотрудников из разных районов республики. И так получилось, что практически у нас, там одинаково, никто не победил. Значит, если этот коллега увидит наше интервью, он потом узнает себя. У нас получилось, что практически из всех районов республики и городов у нас работают ребята и молодежь. Средний возраст компании 33 года. Для таких больших инфраструктурных объектов это очень мало. Обычно где-то 40-50 лет. Это очень молодые. Вот этот проект поддержки молодежи, закрепление ее на месте, это вот то, чем мы гордимся. Ну, тут и строительство жилья, корпоративного жилья. Мы на станции Нижний Бестях, в Томоте строим. Вот в этом году мы в Томоте четырехэтажный дом сдаем. В Алдане сдаем, помимо того, что есть. В Нижнем Бестяхе строим. И масса других социальных объектов, которые позволяют раскрыться молодежи. Не уезжать от нас отсюда. Не убегать. Это и спортивные, и культурные, и различные другие формы общения. И внутри предприятия, и внешние, и поездки. То есть это такая программа, она очень большая, и ее долго нужно говорить. Но, тем не менее, она позволяет нам сегодня снять проблему. И я надо сказать, что у нас года два мы закрыты прием на работу. Нам не требуется. Нам приходит молодежь. Нам приходит... Один из примеров такой небольшой. Вот в это лето, вот сейчас вот, в это лето к нам приезжает почти 200 студентов из высших учебных заведений, из техникумов, профильных, наши дорожники. Я могу сказать, что пять человек через два-три года придет к нам на работу. Это уже проверено. Вот эти ребята побыли, посмотрели, пообщались, посмотрели, сравнили. И потом через несколько лет, даже где-то поработают, пораспределяться в другое место, они потом все равно к нам приедут. Возвращаются, потому что здесь интересно, здесь новое, здесь что-то есть им расти, двигаться. Здесь коллективы, здесь молодежные коллективы, есть спортивные возможности раскрыться и так далее. Вот это вот. Это с точки зрения социального. А с точки зрения технологического, чем мы считаем, и я могу сказать, что на Дальнем Востоке и практически на Урале, я уж не говорю про страны СНГ, там Казахстан, та же Белоруссия, это умение работать с газом. Это жиженый природный газ, это разъезды на газу, это тепловозы. Мы уже несколько лет работаем и наукой занимаемся в этом направлении. Это перевод тепловозов на жиженый природный газ. У нас много сделано, много технических решений, много ноу-хау. И мы движемся, и в ближайшее время мы эти работы закончим. Ну, тоже один пример. Тоже один пример. Вот у нас сейчас проходит испытание тепловоз, который работает на смешанном, на дизельном топливе и на СПГ. СПГ, кстати, производство организовано коллегами в Нижнем Бестяхе. Его хватает, чтобы для Колмара в Нерингре загрузить состав с углем, увезти в Ванино, разгрузить и вернуться обратно. Топлива хватает. По дороге нигде не заправится ничего. Для этого хватает топлива, жиженого газа и дизельного топлива. Вот такие технологические решения мы ставим. И они, ну, есть, конечно, моменты, которые затягивают, но работа якутских железных дорог по газификации, именно с применением жидкого СПГ, она на Дальнем Востоке, ну, и с точки зрения железнодорожного, ну, на высшем уровне поставлена. Это такой технологический конек. Я уже не говорю там про применение каких-то там импортных, так сказать, или там каких-то технологических решений по тепловозам, там, еще что-то. Также целью решения экологических задач поговорим о строительстве рыбзавода. Как началась работа? Вообще, как запускался этот проект? Это, наверное, один из сложнейших таких вопросов, которых нам приходится решать. И даже не с точки технологии, даже не с точки привлечения инвестиций, а вообще в целом с принятием решения. Он и сейчас плохо идет. И сейчас решение по строительству задерживается. Нет некоторых принятий решений. И тогда нет вопросов, так сказать, дальнейшего движения. Это очень сложный проект. И он, конечно, для нас это очень важно. Почему? Но мы, видите, как железная дорога, она очень чувствует, очень такой, как индикатор всего хозяйства республики. Мы сами по себе чувствуем многие вещи, которые отражаются в целом, ну, как раньше говорили, на народном хозяйстве республики. Если, допустим, город Якутск перестал меньше вести арматуры и металла, мы понимаем, что строительная приостановилась. Если золотодобытчики повезли много дизельного топлива и селитры для брозы, значит, процесс пошел. Если сила Сибири повезла трубу, значит, началась стройка и так далее. Мы чувствуем через себе, какие сектора экономики начинают работать. И вы знаете, общаемся со многими предприятиями. И, ну, и, безусловно, живем в районе и видим вот тот ущерб, который... Железная дорога, по большому счету, ущерба экологического с переводом разъездов и тепловозов на газ, даже выбросы, так сказать, ушли, котельных, которые, вот, в Алдане котельные наши в Тамоте обслуживают, они уже на газу. То есть мы, по большому счету, такого экологического ущерба немного создаем. Но те предприятия, которые вокруг нас организуются, лесозаготовка, так сказать, промышленность, они, конечно, очень сильно влияют. Ну, и в первую очередь, конечно, на реки, это сброс воды и так далее, и так далее, и так далее. И мы же все живем, мы же все живем в городе, у нас работают ребята, которые все любят Якутии. Но это инициатором идеи были вы или вы коллегиально с кем-то? Вы знаете, это такое, наверное, сообщество мужчин железных дорог Якутии, которые любят рыбачить и охотиться. Поэтому, конечно, все, кто живет и работает в Якутии, конечно, съездить летом на такую природу, съездить, это безусловно. Но мы реально понимаем, что вот сегодня мы сейчас выйдем, пройдем 2-3 часа, и вот здесь мы не поймаем ни одной рыбки, их просто физически нет. И многие реки, которые впадают, и в Алдан, и здесь, на юге Якутии, мы провели исследование, два года было исследование, мы заказывали исследование, Всероссийский институт рыбного хозяйства провел несколько экспедиций по всей, и он сказал, что инфраструктура, рыбная инфраструктура находится уже ниже критической отметки. То есть уже так получается, что рыба сама воспроизводить себя уже не может. Здесь на верховьях Алдана, Амги, Учура, это благодаря все-таки и природным стало чаще, температура изменилась, теплая рета, многие малек в реках погибают, и промышленная, конечно, тут и рыбная ловля, мужчин некоторых, которые злоупотребляют этим делом. Поэтому это родилось, она зрела, она зрела, она не вот так вчера родилась, эта проблема зрелась. И потом мы поэтапно начали смотреть. Понятно, что промышленное предприятие, Якутийские жилья на дороге, не совсем эта тема рыбного завода, она и плохо идет. Мы заключили одни договоры, мы другие, проект. Да, сегодня, так сказать, мы вышли на фактически уже готов проект, очень хороший проект на разведение, на дальнейшее. И я думаю, что не быстро, но мы эту задачу решим. И это будет колоссальным вкладом. Мы посмотрели по опыту наших коллег Красноярского края, были, неоднократно были там, и видели, как с помощью энтузиазмов таких людей, которые построили рыборазводный завод, и как вот там это все развивается. Это очень, так сказать, интересно и хорошо. Еще один проект, это строительство магистрали из Китая в Якутск. На какой стадии? Это как бы один маленький, опять же, фрагмент из большой деятельности Якутских железных дорог. Потому что основная задача, это, конечно, развитие территории Якутии и Магаданской области. Основная задача, конечно, Якутских железных дорог, это развить и начало строительства дороги Якутск-Магадан. Это большой проект, мы на нем работаем уже в течение двух лет. Есть подвижки, есть определенные технические решения, выбор трассы уже есть, есть уже, так сказать, понимание, уже готовится проектная группа, собираются специалисты. В самое ближайшее время мы, наверное, выйдем на возможности проектирования и так далее, и так далее. И выход в Китай, в районе Сковородино, это как бы вот такая общая задача, чтобы можно было те грузы, которые пойдут транзитом по Якутским железным дорогам с Китая на Якутск, на Магадан, а там в дальнейшем северным морским путем дальше туда в европейскую часть. Это вот комплекс. Безусловно, отдельным блоком стоит это погранпереход, Джилинда-Махе. Буквально вчера было большое совещание в Министерстве транспорта Российской Федерации. Благодаря вот нашей инициативе, вот тут мы точно скажем, это инициатива Якутских железных дорог, горячо поддержана правительством. Якутина, надо сказать, что на всем уровне нас поддержали. И мы с рядом министерств выезжали в Амурскую область, неоднократно на совещание правительства Амурской области, председатель правительства ездил, были письма, так сказать, Министерство транспорта Российской, российских железных дорог. Там много тоже принять технологических решений для решения этой вот большой задачи туда. И следующее совещание у нас состоится через неделю по этому поводу. Мы движемся, да. И возможно уже к концу этого года по временной такой схеме, до строительства моста через Амур, до строительства железной дороги через Амур. Там мы были в Китае неоднократно, встречались с представителями бизнеса и партийными органами Китайской Народной Республики. Сейчас у нас делегация, вот в данный момент делегация Якутских железных дорог находится в Китайской Народной Республике, который рассматривает технические, технологические возможности перевоза, объемы, какие грузы везти, как везде, какой технологии везде. То есть мы этим занимаемся очень плотно и мы думаем, но если там очень много решений, которые зависят не только, скажем, от территории Якутии или правительства Якутии, или Амурской области, или Хилузиана, или, так сказать, правительства города Махэ и так далее. Кстати, у нас есть идея, тамот наш любимый, сделать побратимым города Махэ. Там 45 тысяч живет население, здесь пока поменьше, но вот у нас такая идея есть. И китайская сторона тоже не против, чтобы, значит, у нас на севере у них появился побратим. Вот такая вот творческая работа у нас идет, помимо, так сказать, всей культурной и всей работы. Так вот, в самое ближайшее время там нужно решить и погран. Ну, что такое погран? Это погран войска, это таможня. Ну, и, соответственно, это и туристические моменты, потому что, если откроется переход, всего от Неринга 400 километров выход в Китай, значит, где будут и автомобильные, и таможенные, и все пропуски, это и культурный, и обмен товарами, и все. Это очень хороший проект, и мы надеемся, что в этом году, ну, край, в 24-м году, мы начнем там уже работать. Ну, а перспектива эта очень большая, и мы сделаем республику таким заделом на несколько лет вперед. А если еще решится вопрос строительства Магадана, это задышит и наши, скажем, там районы, которые в районе Хандыки, Аймекон. Вот те регионы, когда туда будет регулярное автомобильное, не автомобильное, а железнодорожное сообщение, когда можно будет сесть, скажем, в Новосибирск или там в Самарканде и приехать железной дорогой, значит, на полюс Ходова, Аймекон, и увидеть своими глазами, это очень интересно. И здесь перспектива. И самое главное, что вот если мы еще два года назад, когда проводили первую конференцию по дороге и кусту Магадан, на нас многие смотрели, как, ну, какой Магадан, ха-ха-хи-хи, да не будет никогда. То есть сегодня есть уже трасса, есть уже цена, цена, есть примерное понимание, мы выходим на проектирование, есть подрядчики, есть возможности финансирования, не говоря уже, так сказать, о российских возможностях, там, ВЭБы и прочее. Есть возможности китайцы, которые готовы рассмотреть, потому что они выходят. И транзит, есть Росатом, которому интересно выйти с контейнерами на Магадан и дальше их возить северным морским путем. Есть газовики, которые повезут с Ямала свою продукцию и не могут войти во Владивосток, туда там все порты заняты, там ценообразование совершенно другое, им интересен перевалка в Магадане и так далее, и так далее. То есть очень большой круг интересов. Ни одно вот, мы, самое главное, вот из этих проектов, мы не получили ни одного аргумента против. Хорошо, Василий Владимирович, открытие дорог это хорошо, да, коммуникации, это хорошо, партнерство хорошо, да, сохранить. Но тут и вопрос сохранения тоже, да, самобытности, культуры, природы, наконец, да. И с одной стороны, Вы говорите, хотим сохранить, с другой стороны, открыть все дороги. Вы же понимаете, это же не массовое. Ну, что такое, скажем, если мы, вот город Тамот, у нас сегодня руководство города Тамота, молодые ребята пришли, очень креативные, думают о перспективе, и город Тамот мы хотим сделать на Дальнем Востоке, такой центр креативного спорта. Это зимние автомобильные тонки, значит, и прочие, значит, вещи, такие вот креативного спорта вида. Ну, приезжает 500 тысяч человек, они с природой не погодят, они не пригодят, они привносят свое, мы показываем свою свободность, культуру, мы показываем свою, значит, вот то, что накопилось веками у нас в республике. Это и все заряжаются, с этим уезжают. И Вы же знаете, кто побывал в Якутии, всегда в очень хорошем уезжает назад. Ну, доступ, инфраструктура очень слабенький, понятно. Для нас вот это сегодня важно сделать для того, чтобы как можно больше. Здесь принципиального, скажем так, все боятся, вот там мы нарушим свою природу. Вот туристическим бизнесом, ну, никогда мы не нарушим свою природу. Мы, наоборот, ее разовьем, потому что, если владелец какого-то этнопарка будет получать хорошего, он всегда вокруг себя, так сказать, и парк сделает, и посадит деревья, и что-то построит, и что-то сделает, и подберет. Этого бояться нельзя. Промышленное предприятие независимо от этого, значит, развивается железная дорога, не развивается, что-то быстрее, что-то быстрее, они все равно будут развиваться. Но, когда есть возможность привести вовремя все материалы, убрать за собой, тогда это все лучше. Убрать металлолом за собой, убрать все конструкции, которые уже не нужно. Сделать рекультивацию, когда у тебя есть дешевое дизельное топливо, дешевая рабочая сила, которую ты не самолетами возишь туда, тебе легче это сделать. Это дешевле будет сделать. Наоборот, транспортный доступ, он позволяет более экологически делать добычу, заставлять, да, и за собой потом убирать все это дело. Это транспортная доступность, это всегда такая в пользу идет. Василий Владимирович, Вы в управлении очень долго руководите большим количеством людей. Что важно, да, сейчас ценится человеческий капитал, идти, опираясь только исключительно на свой опыт, набив шишки, да, либо же смотреть и находить учителей. Ну, учиться никогда не буду. И надо сказать, что даже в моем возрасте уже 60, да, и 20 лет руководства только компанией, я могу сказать, что у меня до сих пор есть несколько учителей и людей для меня авторитетных, которым я где-то встречаюсь, где-то звоню, на вы разговариваю все время, и стараюсь, конечно, точку зрения их выслушать. Ну, принимать-то самому, все равно приходится решение. Тут, конечно, очень важно уметь еще вовремя где-то остановить себя. Может пойти процесс такой, когда вроде бы принимаешь решение правильное, но в конечном счете это придет к отрицательному. И вовремя можно где-то остановиться, послушать учителей или какой-то вокруг, чтобы отменить свое решение. Вот это очень сложно, но и пора разговаривать. А как часто Вы отменяете свое решение? Ну, я не скажу, что часто, потому что в основном принимаем как-то коллегиально решение, но бывает, бывает, когда бывает, что я прямо говорю, да, это было неверное решение, давайте мы это все отменим, давайте мы пойдем вот так вот. Тут был неправо, тут был, я этого не боюсь. И я считаю, что чем чаще мы будем иной раз оглядываться назад, руководители с опытом, и смотреть вот за свое время руководства, что мы сделали правильно, что мы все-таки уходим в другую сторону, тем мы все-таки будем, во-первых, и правильно двигаться, во-вторых, и та молодежь, те заместители, те руководители, которые либо в своем предприятии, либо рядом, они же тоже смотрят на стиль руководства, на взаимоотношения, они же тоже учатся от нас, да, мы у кого-то были учителями, для нас тот учителя, и мы же для кого-то являемся учителями, да. Вот сегодня практически все начальники служб, это ребята, которые по нашему направлению окончили вузы, отработали 10-15 лет, и сегодня руководители служб, уже некоторые заместителями стали, как Алексей Месников, заместитель в Якутске, он закончил институт в Новосибирске, приехал, начал с электромонтера, потом дорожного начальника службы, сегодня замгенерального директора. То есть он, значит, местный, он понимает нашу специфику, он понимает, и он работает. Они же тоже смотрят на нас, руководство, поэтому приходится применять, отменять решение. И надо, чтобы все поняли, что это отменено сознательно. Не просто, так сказать, замолчал, оно само собой рассосалось. Нет, надо сказать, что это было неправильно. Давайте это уберем, начнем делать правильно. Потому что вот это, вот это, вот так вот. Это, конечно, очень, ну, первый раз, наверное, тяжело. Первый раз признать свою ошибку, наверное, тем более железная дорога, она такая больше авторитарная. То есть больше, так сказать, концентрация принятия решения, она сводится, значит, на первых руководителей. То есть есть зона ответственности каждого человека, но окончательное решение все равно принимается первым. Это стиль руководства железных дорог, он уже давно сложился, уже веками. И все управление зависит от многих решений. Вот, допустим, опоздание пассажирского поезда свыше 20 минут. Даже мой заместитель не имеет права провести разбор, только генеральный директор производит. Потому что задержка свыше 20 минут – это фактически ЧП для предприятия. Мы задержали поезд на 20 минут. Этого не должно быть, он должен минуту-минуту выйти. То же самое с грузовыми. И когда разборы проводятся, есть определенный уровень принятия решения заместителями, а есть принятие генерального директора. Поэтому многое сводится. И поэтому, когда первое лицо, видя свою ошибку, принимает адресальное решение, отменяет, это с одной стороны, как бы, все-таки, может быть, неправильно где-то, многим будут считать, но с одной стороны, это живой организм. Тогда мы можем, так сказать, воспитывать на этом деле и двигаться. Но для того, чтобы, когда принимать решение, надо всех взвесить. А для того, чтобы все взвесить, нужно, чтобы многие самостоятельно принимали решение. Самостоятельно принимали решение. Можно, конечно, целыми днями проводить селектора. Собирать всех и учить, ты иди туда, ты неси это, ты копай сюда, ты уходи туда. Но никогда это предприятие не будет работать. Пока на каждом участке руководитель, несомненно, начнет принимать решение. и не будет отнести за него и решение, и ответственность. Да, он может неправильно принять решение. Да, его за это надо наказать. Но степень наказания, она должна быть адекватна, как он принял решение. Если он принял решение на перспективу, это значит просто пожурил. Если он сознательно не принимает решение, и это все развалится, это конечно очень плохо. С этим руководителем надо его по новой воспитывать, двигать и все. Поэтому управление кадров, человеческий капитал, вы правильно сказали, это очень такой, ну это многие сейчас только заметили. Мы же когда в железной дороге пришли сюда, у нас же не было специалистов железнодорожников. Мы всех воспитали, мы здесь воспитали. Для нас человеческий капитал это основа. Поэтому мы все время с ним работаем и будем работать, и для нас это как бы основа. Поговорим о том, что такая уютная атмосфера с одной стороны, с другой стороны тут есть конечно и свои проблемы по ЖКХ, по благоустройству. Каким вы видите развитие, каким он будет в будущем в ваших глазах? Потому что я вижу столько энергии в вас, да, и столько идей. Атамот уникальное место, и здесь мы видим его перспективу, мы видим его перспективу с точки зрения промышленного потенциала, небольшого. Здесь же у нас вот находится практически 40% урана России, и 7% мировых запасов урановой руды. Безусловно, да, экология сразу пугает. Сегодняшняя технология позволяет добывать это все без вреда. У нас здесь находится вся практически, ну, сами понимаете, таблица Меделевского уникальная. Сегодня, вот, на следующей неделе в Покровске стоял завод байзальтовых клей, который выпускал сахабазальт, выпускал минеральную плиту. А месторождение находится 15 километров от Амота. Вот, сегодня мы участвовали в обкатке оборудования, этот завод в Покровске переехал, и этим летом он будет здесь запущен. Да, это небольшое предприятие, это порядка 100 человек работающих, но это уже как где-то вот эти. То есть видятся небольшие такие предприятия промышленного значения, которые создадут базу. Но все равно основным вот таким движением, это, конечно, должна стать вот все, что связано с туризмом, все, что связано с рекой, все, что связано, очень интересно, есть несколько направлений, связанных, так сказать, с зимними видами охоты. Здесь они очень тоже интересны, представлены, здесь все можно организовать. Это связано и с, скажем так, выходным днем, вечером в 5 часов у нас выходит поезд, с Якутской можно вечером сесть, приехать сюда, 2 дня побыть, спокойно вечером уехать, в 10 утра приехать и уже быть в Якутске. То есть это такой день выходного дня поездом, который поездка железнодорогой. И мы на этом работаем, в Якутске уже пригласили специалиста, мы сейчас изучаем все это, готовимся, для этих целей мы, так сказать, нам тоже уже подготавливаемся, смотрим, изучаем, какие. Покататься на лыжах, у нас очень много снега здесь, у нас очень много снега здесь. Покататься в Алдане на лыжах, в Томоте покататься на снегоходах, значит, это все. Вот это вот направление, вот я вам говорил, экстремальные виды спорта. Значит, мы вот уже начали готовить, значит, землю отвели, администрация, мы помогаем, безусловно, в этом деле. То есть вот здесь очень много таких этих. Это с точки зрения перспективы. То, что здесь почистить, да, сегодня уже мы, создано предприятие Алдан Годхоз с участием железных дорог Якутии, который займется полностью строительством и строительством, эксплуатацией в течение 15 лет в городе Томоте нет канализационных сетей. Ну, септики стоят и все. Проект готов, значит, вот уже разбиты первые участки, мы за это дело беремся. Практически 60% ветхого жилья. Город сносится, очень много ветхого жилья. Мы в этой программе работаем. Вы видите, там строится микрорайон на той стороне, если не видите, то с удовольствием съездите, посмотрите. Строится большой микрорайон. В этом микрорайоне мы уже построили фитнес-зал. Есть железка, называется, кстати, очень интересно. Железная дорога, если она, да, тематическая. Там уже есть кадеты занимаются, православная церковь построена. Есть Мигинцы. Мигинский район нам помог с тренером. У нас очень хороший зал вольной борьбы появился. Ребята занимаются сейчас, в этом году, мы к осени запустим зал бокса здесь, значит, совместно с читинскими ребятами они здесь организовывают. То есть мы должны еще и подтянуть социальную сферу. Детский садик. В этом году приступаем. Проект готовится, строится нового детского садика. На этой стороне были отремонтированы клубы, значит, здесь. По дорогам в этом году наконец-то сдвинулись. Начинается асфальтирование. Это уже некоторые участки сделали. В этом году дорожку сюда, мимо этого здания, она будет асфальтирована. Береговая линия, готовится проект ремонта и благоустройства, чтобы можно было отдыхать. Да, 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 вот это все делается. То есть это все делается. Я думаю, что на это все про быстренье сделаешь, потому что бюджет города маленький. Мы тоже не всесильные. Привлекаем и предпринимателей, предприятия. Обращаемся очень к правительству. Надо здесь за все не ухватиться. Но есть сегменты, которые у нас очень хороший фестиваль. Бардовская песня здесь проходит в Томоте уже много лет. Бардовская песня проходит. И мы его в рамках 50-летия строительства Обама поддержим. И в программу развития обамовских дел мы его включили. И я думаю, в этом году будет очень хороший этот фестиваль. А на следующий год, в год 50-летия, «Берег дружбы» называется. Он уже много лет проводится у нас. И я думаю, на следующий год он еще, так сказать, будет более масштабный, более интересный. Василий Владимирович, спасибо большое за интервью. Очень надеемся, чтобы все, что вы описали, все, что вы рассказали, внедрилось. Чтобы появились люди, которые помогли в этом деле. Ну и чтобы Томот развивался, чтобы туристический потенциал действительно ощущался и был. Ну, это надо всем стараться. Вам давать рекламу этого процесса. Нам здесь на месте все это помогать, организовать местным жителям, так сказать, быть гостеприимным. Железная дорога – это надолго. Мы пришли навсегда. Железнодорожная – это будет все здесь надолго. Поэтому мы планируем долго работать. Длительная программа, на несколько лет рассчитаны. В следующий раз мы обязательно приедем и посетим все ваши объекты. И действительно, как вы сказали, чтобы здесь и была прогулочная зона, да, и новые хорошие дороги. Спасибо. Спасибо.